Все, что происходит на практике, происходит благодаря вот этим энтузиастам, учителям, которые чувствуют боль родителей, понимают, да, вот эту вот ситуацию. То есть у кого-то уже опыт был, у кого-то там сосед был с особенностями развития. В Таджикистане вот все останавливается на уровне пилотирования, дальше это не продвигается, да. И это реальное замечание, я думаю, что наша власть должна на это обратить внимание и все-таки должно меняться. Ситуация должна меняться. Если мы говорим о правах людей с инвалидностью, в целом о правах ребенка, все школы, они априори должны быть инклюзивными. Все образование, начиная от дошкольного до высшего и высшего профессионального, должно быть инклюзивным. То есть не должно быть такого отдельного образования и инклюзивного образования. Услугами можно заниматься всю жизнь, но мы понимаем, что донорский день, завтра закончится. Мы понимаем, что основная наша цель – это менять ситуацию. А вот для того, чтобы менять, нам нужно переходить на стратегические такие дела. Я думаю, это вообще одна из слабых сторон многих общественных организаций у нас. Все, что касается социальных программ, нам повезло. То есть нас финансирует Министерство здравоохранения, социальной защиты, агентство социальной защиты. В этом плане и тренировочная квартира, и все адаптивный класс даже, специальные программы. Привет! Это завершающий эпизод цикла «Мне не страшно», который Академия Трех Медведей пишет совместно с общественной организацией «Ируда» и национальной сетью «Ранний старт». Именно они нам помогли найти героев и специалистов. Мы говорим откровенно о детях с аутизмом, о семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, о специалистах, которые работают с детьми и родителями. Меня зовут Зиба Таджибаева, и сегодня у нас в гостях основательница общественной организации «Ируда» Лолана Срединова и известная таджикская правозащитница Мульчихра Рахманова, а также директор общественной организации «Правовая инициатива». Мы будем говорить сегодня об инклюзивном образовании, что является очень важным для родителей и детей с особенностями. Есть ли в Таджикистане отдельное законодательство об инклюзивном образовании? Я могу сказать, что пока, к сожалению, отдельного законодательства именно об инклюзивном образовании у нас в Таджикистане нет. Но на данный момент идет разработка концепции об инклюзивном образовании, которая разрабатывается членами рабочей группы при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан. И мы очень надеемся, что эта концепция будет отражать современное понимание инвалидности и соответствовать как раз-таки, в основе которой будет лежать Конвенция о правах людей с инвалидностью. А есть какие-то другие нормативно-правовые акты? В 2015 году в Таджикистане был принят закон о защите прав ребенка. Вообще для меня это такой уникальный закон, когда я его анализировала и смотрела с точки зрения своей тематики, это правосудие в отношении детей. То обратила внимание, что, скорее всего, закон этот разрабатывали специалисты, которые хотели разработать закон о детях, которые лишены семейной заботы. Потому что изначально, если смотреть первые главы этого закона, там есть понятие, кто такие дети с инвалидностью, понятие дети с инвалидностью, понятие дети, лишенные семейного окружения, это дети, которые сироты или временно остались без попечения родителей. Но такое ощущение, что, приняв этот закон, у меня сложилось такое ощущение, что у нас больше в стране проблем не существует. Нет детей, другой категории детей, дети-беженцы, те же дети в системе правосудия и другое-другое. И если смотреть другие главы, то в этих главах по одной статье есть, которая касается вопросов дети-беженцы, хотя нету в начале понятия. Дети в системе правосудия, тоже есть одна статья, но нету в начале понятия. Но зато 13 статей посвящены детям, лишенные семейной заботы. Одна большая глава, четвертая, и пятая глава, которая состоит всего лишь из двух статей, она посвящена детям с инвалидностью. Ну, понятно, что две статьи ее недостаточно. Очень все хорошо, красиво прописано, но для меня, как для юриста, важен механизм его реализации, как он будет реализовываться на практике. Потому что законодательно можно принять, но мы должны понимать, что на практике это все должно работать. А на практике какие гарантии даются государству ребенку с инвалидностью? Вот смотрите, допустим, ситуация такая, что человек имеет какую-то особенность в развитии, но при этом имеет статус инвалидности, либо не имеет. То есть можно иметь, допустим, нарушение в развитии, к примеру, аутизм, но при этом не иметь статус инвалидности, а можно иметь статус инвалидности. И по большому счету, если ребенок имеет, да, будем рассматривать эту ситуацию, когда ребенок школьного возраста имеет расстройство аутического спектра, получил статус инвалидности и хочет пойти, то есть из дошкольного учреждения перейти в школьное. Тут пока ситуация такая, что все упирается просто в человеческие ресурсы. То есть мы сейчас понимаем, что пока у семьи нет какого-то обоснования, такого официального обоснования, которое дает право просто пойти в школу по месту жительства и устроить ребенка не просто в школу, а обеспечить ему поддержку, то есть индивидуализацию вот этого учебного процесса. То есть простыми словами, я прихожу в школу по месту жительства, говорю открыто руководству школы, что у моего ребенка расстройство аутического спектра, у него есть трудности коммуникации, взаимодействия, восприятия информации, какая-то сенсорная чувствительность. И, пожалуйста, помогите моему ребенку создать, адаптировать его учебную среду и учебный процесс. То есть пока, к сожалению, вот таких гарантий государство предоставить не может. И все, что происходит на практике, происходит благодаря вот этим энтузиастам, учителям, которые чувствуют боль родителей, понимают, да, вот эту вот всю ситуацию. То есть у кого-то уже опыт был, у кого-то там сосед был с особенностями развития. Кто-то просто увидел ребенка и хочет ему помочь. И вот такими вот, да, как бы на практике путем проб и ошибок, опять же взаимодействуя с семьей, учителя включают в школу. Конечно, здесь играет большую роль администрация школ. То есть как раз-таки такие дружелюбные к инклюзии школы и руководители, либо детских садов, либо школ, вот как раз-таки продвигают вот эту инклюзию на практике. По закону вообще любая школа обязана принять такого ребенка. И все упирается только в человеческий фактор. Да, то есть, смотрите, получается сейчас как? Что у нас закон об образовании, он говорит о том, что да, каждый ребенок имеет право на образование. Но при этом есть ряд статей, которые говорят о том, что каким детям положено специальное образование, и там эти категории перечислены. Каким детям, допустим, положено домашнее обучение. И фактически ПМПК, то есть медико-психолого-педагогическая комиссия, взаимодействуя с семьей, обсуждает этот процесс, да, то есть не просто дает направление вот вам туда или вам сюда, а все-таки учитывая пожелания семьи, что сейчас уже хорошо, рекомендует, что да, вам было бы здорово пойти в общеобразовательную школу. И при этом вам нужна адаптация учебного процесса, либо вообще индивидуализация, то есть учебный план. И фактически, да, семья имеет право пойти в школу по месту жительства. Но если в школе, да, допустим, директор говорит, извините, у меня нет физической доступности, у меня нет обученных учителей, у нас нет опыта работы с такими детьми, как я могу вас принять? То есть вот тут опять же все упирается в то, что нет системы такой глобального обучения учителей и поддержки этим же учителям и самим детям тоже. То есть мы понимаем, что мы когда оказываем поддержку ребенку и поддержку учителю, тогда вот эта инклюзия, она будет качественной. То есть да, я имею право просто пойти своего ребенка устроить, но это не будет полной инклюзией, если мой ребенок просто находится в детском саду или в школе, и он не вовлечен в процесс, то есть он не получает знания и нет социализации. То есть можно просто присутствовать в школе, но при этом не быть включенным в этот процесс учебный. И поэтому здесь все очень сложно, на практике действительно сейчас все очень сложно, и, конечно, тут еще играет огромную роль, знаете, позитивный опыт родителя и учителя. Вот мы столкнулись с такой ситуацией, когда родитель, имея позитивный опыт предыдущей инклюзии, допустим, в детском саду, он более уверен в том, что ребенку будет хорошо в школе. И учитель, который уже имел позитивный опыт, он говорит, да, здорово, давайте, я хочу попробовать вам помочь. И учитель получает какую-то дополнительную поддержку в виде информационных ресурсов, в виде вспомогательного оборудования, либо от общественной организации, либо от международной организации. Уже учителя тоже не чувствуют себя одинокими. Ну, ведь, по сути, у нас есть конвенция, да, мы подписали конвенцию о правах ребенка, и она подразумевает права всех детей, без исключения. Как она способна защитить особенного ребенка? Конвенция о правах ребенка, если посмотреть статью 23, да, то одна единственная статья, которая посвящена именно вопросам, связанным с детьми с инвалидностью. Но, несмотря на это, Таджикистан получил от Комитета ООН по правам ребенка в 2017 году ряд рекомендаций, которые именно направлены на вопросы, связанные с детьми, с продвижением защиты прав детей с инвалидностью. И как раз-таки они общие, эти рекомендации, если просмотреть, они общие, связаны это с тем, что, наверное, общественным организациям, таким как ИРОДА, было бы хорошо писать отдельные отчеты в Комитет, именно связанные с вопросами, именно с теми вопросами, которые вы продвигаете, именно с детьми, да, с той категорией детей, с которыми вы работаете. Потому что мы должны понимать, что комитет, члены комитета не посещают Таджикистан, они сидят в Женеве, и они получают ту информацию, которую они получают, на основании которой потом разрабатываются и делаются рекомендации стране. Поэтому очень важно поднимать эти вопросы на международном уровне, об этом говорить. И как раз ссылаясь на 23-ю статью, можно уже в 2022 году подготовить свои рекомендации. Было бы замечательно. Мы та организация, в которой будем писать доклад, и если вы готовы, мы готовы сотрудничать. Спасибо большое, Кульчихра. Да, и мы понимаем, что здесь есть определенная специфика, к сожалению, да. То есть когда мы говорим про универсальный дизайн, про инклюзию в целом, это замечательно. Но есть разные особенности и разные потребности, то есть ученика, допустим, с физическими особенностями, и ученика с аутизмом. И для наших ребят очень ключевым, важным моментом является этап подготовки к школе и сопровождение внутри школы, то есть помощь так называемого тьютера. И, конечно, адаптация материала. То есть здесь, возможно, ребенку с аутизмом ему не нужна инвалидная коляска, либо пандус, либо, допустим, расширенное дверное устройство. Но ему нужен тьютер, который его будет сопровождать. Ему нужны визуальные приспособления в виде карточек. И, возможно, ему нужно адаптировать те предметы, которыми он… Ну, к примеру, если ребенку сложно писать, это должны быть ручки с насадками. Или если у него вообще есть сложности с моторикой, то он просто переходит на клавиатуру или на планшет. Что у нас вообще сейчас пока очень сложно внедрить. То есть это воспринимается как, ну, какое-то, знаете, поблажка для ребенка, а не то, что это может способствовать его, наоборот, облачение. Что у многих детей с аутизмом, несмотря на то, что у них нет трудностей с моторикой, у них идут сложности умения писать. То есть именно вот этот навык у них очень у многих нарушен. И я как раз-таки сейчас говорю про ребят с разными особенностями аутистическими. Потому что на данный момент, скажу вам честно, у нас в школу попадают ребята с легкой формой расстройства аутистического спектра. Это, как правило, говорящие ребята, у которых нет каких-то других сочетанных особенностей. И при этом, да, большинство из них попадают без тьютера. А те дети, у которых более сложная форма аутизма, которым нужно сопровождение, которым все вот эти элементы адаптации программы нужны, они все-таки пока остаются вне школы. Сейчас, я насколько знаю, у нас всего две школы, да? Смотрите, на самом деле, вот что самое интересное... Те, которые принимают детей именно с расстройства аутистического спектра. Вот смотрите, на самом деле нет. То есть как бы их больше. То есть просто статус, да, допустим, инклюзивной школы, возможно, приняли не все школы. То есть мы знаем, что есть 38, боюсь, чтобы не ошибиться, есть школ, в которых Министерство образования вместе с ЮНИСЕФ открыли ресурсные классы. И вот эти школы, они, в принципе, все уже имеют статус инклюзивных школ. Хотя, по большому счету, если мы говорим о правах людей с инвалидностью в целом, о правах ребенка, все школы, они априори должны быть инклюзивными. Все образование, начиная от дошкольного до высшего и высшего профессионального, должно быть инклюзивным. То есть не должно быть такого отдельного образования и инклюзивного образования. Или в специальном образовании. То есть уже тут, получается, сегрегация. И то есть фактически все образование должно быть инклюзивным, все школы должны быть инклюзивными. Но, опять же, проблема в том, что не во всех школах есть ресурсные классы, либо обученные педагоги, либо те же психологи, либо общественные организации не успевают просто работать со всеми школами. И получается, что пока из нашего опыта только. То есть очень много детей с аутизмом идут реально в школу по месту жительства. И, как правило, это ребята с достаточно легкой формой аутизма, которым не нужна индивидуализация учебного процесса. То есть он учится по обычной образовательной программе. А ребята, которые с более сложной формой аутизма, да, они сейчас ходят в 72-ю, 54-ю, 28-ю школу. То есть это, как получается, три школы. Многие из них имеют тьютера временного, либо постоянного. А кто-то уже ходит самостоятельно, без тьютера. Тьютер с вашей стороны, подготовленный. Это либо с нашей стороны, либо это может быть родитель. Но желательно, чтобы это был тоже родитель, который всё-таки имеет навыки и подготовленный. То есть прошёл какие-то курсы по тьютерству, да. Ну, то есть государство и школа не предоставляют. Я к чему вообще разговор веду, что пока государство... Пока нет. Почему? Потому что, опять же, официально тьютерство, оно, во-первых, не включено в реестр профессий. То есть в штатную единицу школ. То есть у нас пока тьютер как профессия не утверждена. Хотя я слышала, что уже идёт работа в этом направлении международных организаций вместе с Министерством труда. И, кстати, Управлением социальной защиты при Министерстве здравоохранения в том числе. Второй момент, что здесь должно быть правильное понимание функциональных обязанностей тьютера. То есть кто он, что он делает. То есть тьютер – это не просто сопровождающий. То есть это не просто индивидуальный ассистент. Это немножко другое понятие. Это человек, который не просто способствует включению, адаптации материала, так называемый медиатор между учителем и ребёнком. Но это ещё тот человек, который способствует самостоятельности этого ребёнка. Он должен знать, обладать этими методиками, подходами специфическими, которые помогут ребёнку быть более самостоятельным в этом учебном процессе. Вторая роль тьютера – это создавать вот эту социальную связь между ребёнком и одноклассниками. Потому что у ребёнка с аутизмом очень сложные взаимоотношения могут быть связаны со сверстниками в силу вообще сложностей самого аутизма. И, с другой стороны, тьютер – это такой человек, который также играет большую роль между связью, между учителем и родителем. Потому что родитель, особенно если он работающий, он не всегда успевает прийти в школу, быть на связи с учителем. И вот тьютер – как раз-таки тот такой связующий механизм между учителем и семьёй, который играет большую роль. И вот это соотношение, то есть найти тьютера именно к этому ребёнку тоже очень важно. У нас были случаи, когда просто тьютер не подходил ребёнку именно этому. В силу его особенностей характера, темперамента и так далее. Да, вот просто бывает, что они не подходят друг другу, а бывает, что очень подходят друг другу. Но официально у нас тьютер пока не включён в штатную единицу. И те школы, которые, слава богу, нам разрешают участие тьютера, это просто замечательная администрация. Потому что они поняли роль тьютера, они увидели его преимущества. Учителя уже сейчас сами просят к нам, если придёт ребёнок, пожалуйста, найдите тьютер для него. То есть наша задача сейчас, вот эта концепция, которая разрабатывается об инклюзивном образовании, чтобы вот этот пункт о тьютерстве, о функциях тьютера, он был также включён в концепцию по инклюзивному образованию, что будет, соответственно, предъявлять требования, чтобы этих тьютеров начали готовить где-то. То есть нужно создать какую-то базу, какой-то курс, какой-то, ну как, допустим, делают в России. В России сейчас и в Израиле в том числе есть общественные организации, которые имеют лицензию на обучение и подготовку тьютеров. И они это делают либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с каким-то государственным учреждением. И тьютером может быть парапрофессионал. То есть да, это здорово, когда это психолог или соцработник с дипломом. Но тьютером может быть даже практикующий студент, который обучился и при этом подрабатывает. Но он прошёл вот это вот, во-первых, общее обучение по особенностям, в частности, если мы говорим про аутизм, по расстройствам аутистического спектра. И в то же время он должен пройти ряд, в течение где-то месяца, период адаптации самим ребёнком и потом поддержку от ресурсного педагога именно с этим ребёнком. Потому что аутизм у всех разный. И ресурсный педагог, опять же, он тоже не включён у нас в реестр. У нас есть ресурсные классы, но ресурсных педагогов пока финансируют общественные организации. То есть пока ресурсный педагог тоже не включён в реестр профессий. И вообще роль и положение ресурсного класса пока тоже не утверждено ни в каком-то действующем нормативно-правовом акте. То есть это тоже сложно. Так пробуксовывает-то всё. Есть какие-то... Ну, наверное, я буду говорить своего опыта. В Таджикистане очень многие вещи почему-то задерживаются на уровне пилотирования. Я, например, вот сейчас слушаю Лолу, сравниваю это с деятельностью нашей организации. Мы больше специализируемся по правосудию в отношении детей. Вот там точно так же. На уровне пилотирования это идёт всё замечательно, всё прекрасно и всё хорошо. Но дальше оно не продвигается. Например, опять-таки приведу пример свой опыт. Например, в Таджикистане развитие ювенальной юстиции среди стран Центральной Азии, Таджикистан был впереди планеты всей. То есть мы были первые в стране, кто начал развивать эту систему в 2004 году. Если мы посмотрим на соседние страны, тот же Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, они сейчас ушли намного вперёд. Мы пока вот на уровне пилотирования. Иногда так и обидно, и понятно, что нужно это делать, нужно это продвигать. Я надеюсь, что это будет. И вот сейчас, слушая Лолу, я тоже пришла к выводу, что всё-таки вот на уровне пилотирования почему дальше не идёт? Может быть, это связано с финансированием? Может быть, это связано с страхом менять что-то, изменять? Потому что, ну, понятно, что всё новое, оно пугает. И я думаю, что всё-таки нашему правительству, нашим властям нужно уже переходить на другой уровень, уже отходить от уровня пилотирования. Потому что эту рекомендацию мы ещё и получили в Комитете ООН в 2017 году, когда мы отчитывались, как раз-таки Комитет поднимал этот вопрос и говорил о том, что оправдали, что в Таджикистане всё останавливается на уровне пилотирования, дальше это не продвигается. И это реальное замечание. Я думаю, что наша власть должна на это обратить внимание, и всё-таки ситуация должна меняться. Мы тоже, когда в прошлой программе обсуждали гидкиппинг, то есть это услуги государства для того, чтобы дети не попадали в интернаты, там тоже приводилось очень много примеров, но, как я поняла, то, что на уровне пилотирования замирало. К сожалению. То есть, да, результаты были очень хорошие, пилот хорошо был отработан, всё замечательно, осталось только внедрить, в принципе, попробовать или хотя бы расширить зону действия пилота. Пилотирование для чего это проводится? Чтобы посмотреть, протестировать, насколько это пойдёт или не пойдёт. И когда мы видим положительные результаты, в принципе, можно было бы уже и внедрять. Но почему-то мы боимся идти дальше. Вы знаете, Зибой и Гульчаря, сейчас вас слушаю, я даже чувствую и понимаю, что даже есть в этом отчасти причина и проблема и в нас в том числе. То есть мы общественные организации, нам настолько сложно удаётся внедрять все эти услуги, то есть вообще самим лоббированием и адвокацией этого мы тоже занимаемся очень слабо. То есть вот для нас, да, стоит реальный кейс, включить ребёнка, подготовить его, обучить. И многие ресурсы и силы специалистов уходят на это. И для того, чтобы всё это лоббировать и продвигать, мы тоже очень в этом слабы. Плюс у нас нет такого, вот знаете, единого движения, объединения в этом тоже. То есть я чувствую, что вообще вот в тех странах, если смотреть по опыту, где это всё происходит достаточно быстро, и реформы, там очень сильное гражданское общество, которое как бы, да, не боится, да, требует для своих детей того, что они заслуживают. Всё-таки я думаю, что здесь вот именно как бы, да, наша вина в этом тоже есть. Потому что вот даже если я только говорю сейчас про нашу организацию, у нас настолько уходят силы на предоставление услуг, потому что каждый день просто обращается, ну, минимум пять семей. То есть это кто-то в раннем вмешательстве, кто-то в инклюзию, кто-то в трудоустройстве, кто-то даже в специальную программу. То есть, допустим, ну, ребёнку 14 лет, тяжёлый аутизм, и сейчас у родителей даже речи нет о школе. Просто идёт вопрос о том, что как сейчас ему помочь, чтобы он целый день был чем-то занят. А наша задача, чтобы, да, как бы комплексно помогать всем. У нас нет какого-то отбора, да, там вам помогаем, а вам нет. И получается, что у нас не хватает сил на адвокацию. Почему у нас это всё, наверное, и застревает на уровне пилотов. То есть мы должны как-то улучшить вот эту стратегию нашу, скорее всего. А кто мог бы помочь в этом плане? Я думаю, что, ну, вопросами адвокации, да, больше работают правозащитные организации. Но как раз-таки, ну, правозащитные организации, Лола сейчас говорит об услугах, да, что мы больше услугодатели, мы больше занимаемся услугами. Но как раз-таки вот эти услуги и выявляют эти проблемы. Может быть, нужно немножко поменять свою стратегию, просто её немножко пересмотреть и брать дела стратегические, стратегические кейсы определенные, где есть вот эти пробелы, да, как в практике, как и в законодательстве, вести их и выявлять вот эти вот проблемы, пробелы, и выявить их, разработать, да, такой стратегический кейс, сделать приложение к законодательству, практике. Ну, понятно, что на одном кейсе это сложно сделать, поэтому я и говорю, что взять, например, 10-12 стратегических кейсов и вот просто взять его и проанализировать. Это очень хорошая возможность, когда нежели брать какие-то законодательства и его анализировать на соответствии международным стандартам. Вот кейс, вот это работает, а вот это не работает. И тогда и государству прийти и сказать, да, вот мы проделали анализ, здесь это работает, а здесь это не работает. Когда вы делаете анализ, законодательство, тот же государственные органы могут сказать, ну, есть же в законе, да, а когда вы проанализируете кейс, вы говорите, да, в законе есть, но вот на реальном кейсе это не сработало, потому что та-та-та-та-тан, и вот нужно это менять. Поэтому это очень хорошее, наверное, либо это делать совместно с правозащитными организациями, когда вы свои кейсы будете предоставлять, а мы их будем анализировать, либо же немножко поменять стратегию и вести стратегические кейсы, переходить на этот уровень, потому что услугами можно заниматься всю жизнь, но мы понимаем, что донорский денег завтра закончится, и мы понимаем, что основная наша цель – это менять ситуацию. А вот для того, чтобы менять, нам нужно переходить на стратегические такие дела. И это, я думаю, это вообще как бы, да, одна из слабых сторон многих общественных организаций у нас. Я согласна с Гульчихрой, и, наверное, всё-таки делать это в партнёрстве было бы лучше, потому что у нас просто, вот вы знаете, такое ощущение, что уже истощаются ресурсы. Да, и морально тоже. Потому что это реально сложно, да, потому что направления деятельности очень много. Но ещё, знаете, вот меня ещё какой момент беспокоит, что всё-таки, вот опять же, по опыту других стран, да, всегда упирается всё в финансирование, да, то есть построить в школе пандусы, ресурсным педагогам платить заработную плату, и всегда встаёт вопрос, откуда взять эти деньги, да, то есть если в государстве и так сейчас очень много проблем и так далее. И вот, например, по опыту, опять же, примера Болгарии, что мы очень встречались с родителями болгарскими и плюс со специалистами, они просто реально требовали реформу специальных учреждений. То есть фактически они считали, что параллельное финансирование невозможно для стран, развивающихся. Когда огромные деньги идут на закрытые учебные учреждения, этих денег на инклюзивное образование их просто нет. И что делали, допустим, в Болгарии? Закрывая один интернат, даже не трансформируя его в какую-то специальную школу, просто его закрывая, все ресурсы, всё это финансирование переходило, допустим, на несколько инклюзивных школ. Все специалисты переходили в эти инклюзивные школы. Это была уже ресурсно обученная команда, когда специальное образование в партнёрстве с обычной школой создавало вот эту инклюзивную платформу. И дети, соответственно, переходили вместе. То есть при подушевом финансировании, когда финансирование шло с ребёнком, оно шло, вот ребёнок переходит в школу, ему предоставляется тьютер, возможно, на двоих детей один тьютер. Соответственно, финансирование со специального учреждения переходило в эту школу, добавляли там, допустим, штатные единицы в виде психолога, соцработника, специалиста по коммуникации, ресурсного педагога, строили пандусы в этой школе. И таким образом вот этого не было параллельного финансирования, и были средства для создания такой вот и социальной, и академической инклюзии. Или как в Америке, да просто закрыли интернаты для взрослых людей с тяжёлой формой аутизма, просто их сломали. И тогда стали создаваться вот эти групп-хом, дома семейного типа, дома индивидуального проживания, то есть для взрослых людей с тяжёлой формой аутизма, которые уже не жили в каких-то психоарминологических интернатах. Точно так же, даже такая богатая страна, как Америка, они не могли себе этого позволить. То есть вот у нас опять же сложности происходят в том, что всё-таки наше действующее законодательство, оно пока принимает устаревшую форму инвалидности. То есть вообще инвалидность в нашей стране, она пока не... Понимание инвалидности не сдвинулось в социально-правовую сторону. И большинство действующих законодательств включает в себя как раз-таки вот эти сегрегированные формы обучения, к сожалению. И если на бумаге есть специальное обучение, да, и там прям список детей, которые должны быть, то тебе очень сложно доказать, что твоему ребёнку нужно быть в школе, потому что вот, допустим, закон, да, где есть перечисленные там даже детки в домашнем обучении, положение в домашнем обучении, прям список по диагнозам. Хотя, в принципе, неважно, какой у тебя диагноз, по диагнозу не должно определяться твоё дальнейшее обучение. Если уж на то смотреть, должно определяться по функционированию, по потребностям твоим, но не по твоему диагнозу. И поэтому некоторые родители не решают собрать, да, инвалидность. То есть получается оформлять инвалидность для ребёнка. Вот тут тоже, вы знаете, такая вот очень уязвимая тема. Вот смотрите, допустим, представьте себе такую ситуацию, что ребёнок с достаточно лёгкой формой расстройства аутического спектра, говорящий ребёнок, да, внешне не видно его особенностей. И родитель спрашивает, вот, вы знаете, я готовлю ребёнка, сейчас он в садике, всё хорошо, готовлю в школе. Что мне делать? Мне оформлять инвалидность или нет? Вот, допустим, семья против, дома все категорически против. В школе мы тоже не хотим говорить, что у него аутизм. Вот что вы посоветуете? И тут на самом деле вот палка о двух концах. То есть если, как бы, да, наше бы законодательство обеспечивало привилегии, преимущества для такого ребёнка, то есть со статусом инвалидности ты получаешь не просто пособие, ты получаешь тьютера, ты получаешь адаптированную образовательную программу, причём всё это бесплатно, да, и ты получаешь поддержку, тогда да, тогда здорово. А сейчас, получается, со статусом инвалидности семья получает только пособие и больше ничего. То есть ничего не закреплено, никакого социального пакета пока именно в плане образовательных услуг для ребёнка не предоставляется. А трудности не возникает? Трудность может возникнуть в какой ситуации? Если мама приходит, допустим, в школу и говорит, вы знаете, вот у меня ребёнок, есть инвалидность официально, и если учителя в школе готовы, обучены, да, они говорят, да, мы понимаем, здорово, давайте мы вашего ребёнка возьмём. А есть ли у вас, допустим, школа, куда вы в прошлую школу ходили, или детский сад? Можно мы ознакомимся там с вашими документами, там, с сопровождающим письмом для того, чтобы создать индивидуальный план? Если нет, то если школа неинклюзивная или, может, будем говорить, недружелюбная к инклюзии, то ребёнка могут просто считать больным, и это будет хуже, чем просто инклюзия. То есть представьте, ты в классе, но начиная с учителя тебя считают больным, дети тебя считают больным, ты сидишь где-то там в уголке, тебя все обзывают там, извиняюсь, или тупой, или биакл. То есть вот тут тоже очень важно, чтобы была какая-то консолидация, потому что, вот вы не поверите, в некоторых случаях мы считаем, что, вот лично моя точка зрения, что говорить нужно как можно раньше. То есть да, у моего ребёнка аутизм, потому что это и родителю легче, да, нет вот этого страха, что ой, кто-то узнает что-то. То есть если он есть аутизм, то профессиональный педагог это увидит рано или поздно. Но с другой стороны, мы сейчас в нашей ситуации иногда родителям советуем этого не говорить, вы не поверите. То есть мы говорим, да, вы скажите, что у ребёнка есть трудности в коммуникации, ему нужна поддержка, он где-то не усваивает, потому что просто диагноз может стать препятствием или статус инвалидности. И стигмой дальнейшей для этого ребёнка и для этого родителя. То есть тут всё очень-очень индивидуально. Поэтому когда ребёнок готовится к школе, мы всегда говорим родителям, не ищите какую-то супершколу, да, с крутым оборудованием там и так далее. Ищите школу, где вы увидите доброго, позитивного, хорошего учителя, который в первую очередь относится к вашему ребёнку, как к обычному ребёнку, но учитывает его потребности. То есть просто относиться как к обычному, это здорово. Но если ты к нему просто относишься как к обычному, но не предоставляешь ему помощь в школе, то получается, что ты тоже нарушаешь его права. Да, допустим, ему нужно сесть на первую парту, либо ему нужны помимо книги какие-то дополнительные карточки, да, если ему трудно всё время общаться устно. Возможно, он сенсорно-чувствительный, и может быть, его нужно посадить к окну, но при этом там должна быть занавеска возле окна. То есть вот эти все нюансы, конечно, очень важно учитывать. Поэтому на сегодняшний момент только семья имеет право решить, будем мы оформлять инвалидность ребёнку или нет. Потому что на данный момент, к сожалению, особо преимуществ мы не видим. По взрослевшему ребёнку возникают проблемы очень часто, это армии, то есть да, ребёнок мой пойдёт в армию или нет. И дальнейшее обучение, допустим, в колледже, да, есть у нас колледж профессионального обучения, куда поступают наши ребята, они его заканчивают. И статус инвалидности не является препятствием, но, к сожалению, бывает препятствием функционирования ребёнка. То есть если у ребёнка, допустим, сложная форма эпилепсии параллельно с аутизмом, или он неговорящий, то его в этот колледж не принимают. Потому что даже в специализированном колледже нет тьютеров и нет адаптации вот этого учебного пространства для людей с тяжёлой формой, с особенностями. То есть это аутизм, это особенности интеллектуального развития, это какие-то сочетанные нарушения. То есть фактически получается, что везде есть какой-то определённый отбор, к сожалению. И вот это вот, наверное, самое сложное в нашей ситуации. Потом ещё, знаете, вот хотелось бы такой момент отметить. Ведь есть ещё такое понятие, как социальная инклюзия. И мы очень часто про это забываем. Иногда вот эти вот рамки того, что да, академические навыки, да, там умение читать, писать, там учить косинус и синусы, это так важно. Это, конечно, важно. Никто этого не отрицает. Но для человека с аутизмом есть такой нюанс очень сложный, что ты можешь иметь очень высокий интеллект, ты можешь прекрасно писать, читать, знать несколько языков, но ты можешь всю жизнь просидеть дома возле компьютера, потому что у тебя с детства не было этой социальной инклюзии. Ты просто не приходил в школу, чтобы научиться рядом сидеть с другим ребёнком, да, чувствовать его прикосновения, шум этот школьный. Научиться устанавливать дружеские отношения, что очень важно, что при аутизме очень сложно. И у нас часто родители выбирают домашнее обучение. К ребёнку приходят замечательные учителя, несколько логопедов, но он всю жизнь сидит дома. И вот тут возникает вопрос тоже, действительно, то есть вот что выбрать, как выбрать вот этот баланс. Потому что, да, вот у моего ребёнка очень сложная форма аутизма, у нас, к сожалению, не было инклюзивного образования, но он два раза в неделю ходил в обычный класс, он сидел в школе среди обычных детей, со своими карточками, у него был тьютер, он там занимался. Для меня было важно, то есть для него было очень долгое время просто сложно находиться в группе детей. И мне очень хотелось, чтобы он научился находиться в группе именно обычных детей, считывать вот это социальное поведение с них, понимать, что такое какие-то социальные коды, что при аутизме очень сложно. То есть вот этот момент мы очень часто упускаем. Мы думаем, что инклюзия – это всегда только хорошее и качественное образование, мы забываем про установление дружеских отношений, понимание социальных ситуаций и так далее, что при аутизме очень важно. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы наши школы всё-таки шире смотрели на инклюзию, что инклюзия не начинается только в классе, инклюзия начинается гораздо раньше. И на переменке, и во время каких-то развлекательных мероприятий существует ряд возможных занятий, которые вовлекают ребёнка. И ребёнок, ему не обязательно посещать все предметы, ему возможно выбрать по его интересам, по его способностям, по его возможностям. Но при этом, мне нравится ещё выражение Екатерины Мень, когда она говорит про вдумчивую инклюзию, даже не про качественную. То есть просто думать конкретно для этого ребёнка, как может помочь вот эта школа, вот этот учитель, вот эти дети, которые там есть. Поэтому, конечно… Когда у тебя 48 учеников в классе, то есть там пространства просто не хватает даже вот сидеть. То есть мы сидим, например, в классе, у нас там по три человека сидим за партой. То есть вот для моей старшей это была большая проблема, потому что она не хотела, чтобы кто-то прикасался к ней. И я просто просила учителя её сужать там, где вот просто только есть один мальчик, с которым она привыкла сидеть, и только двое они сидели. Ну, преподаватель был хороший, она просто сказала «Окей». Сейчас уже не проблема для нас, но первые пять лет мы просто мучились. Она не хотела, чтобы кто-то дотрагивался до её локтя. И это вот как раз-таки я думаю, что это будет проблема тоже для преподавателя, что вот как. Да, но вот вы знаете, Зибой, я тоже так думала. И это и трудно и для преподавателя, и для ребёнка с аутизмом. Представьте, если у него высокая слуховая чувствительность, да, и допустим, если, ну, допустим, в той же России сейчас, да, ты можешь зайти, ребёнок сидит в наушниках, и это нормально, это воспринимается. У нас пока это очень сложно и для родителей, и для учителя. Но вы знаете, когда у меня, например, вот эти все сомнения отпали? Я училась в Мумбаи, 25 миллионов в одном городе. Ты в класс заходишь, ты просто вообще не видишь там учителя в этом классе, и ты видишь там детей с инвалидностью, причём в одном классе по месту. То есть это вообще не препятствие совершенно. Вот вы знаете, мне нравится одно выражение, чтобы начать инклюзию, нужно её, чтобы получилась инклюзия, нужно её начать и практиковать. Вот когда ты на практике всё вот это пробуешь, чувствуешь, понимаешь, вот начинаешь что-то делать, чтобы и ребёнку было хорошо, и в то же время всё равно ты понимаешь, что не будет всё идеально. Но если мы будем ждать вот этого идеала, мы так и не начнём инклюзию. То есть здесь, наверное, всё-таки важно попробовать начать и уже в процессе помогать ребёнку. Но, конечно, при этом мы понимаем, что учителей нужно поддерживать, их нужно обучать, ресурсы, информация, вспомогательное оборудование в классы. И, конечно, всё-таки, чтобы это всё было на системном уровне, потому что у нас был такой случай, я можно поделюсь? Да, конечно. Недавно сидим, ждём тренинг, заходит учитель, очень такая, видимо, опытная уже женщина в возрасте, прям вот, знаете, с такой вот прям болью в голосе подходит, говорит, вы ирода? Ну, как бы меня сейчас называют ирода. Я такая, мы ирода. И она говорит, возьмите моего ребёнка с аутизмом, я больше не могу, я выдохлась, три года. И причём это вот середина учебного года, да, то есть это не завершение. Я больше не могу, у меня нет сил, я так устала, я три года всё, что могла, сделала, я больше не могу, заберите его. И мы, значит, стали обсуждать, что, как. Я стала пожаловаться на проблемы поведения в первую очередь, то есть кричит, может ударить, убегает с класса, я уже не выдерживаю. И мы говорим, а вот как вот вы решились, вы такая молодец, вы так здорово, у нас три года уже у вас, начальная школа уже до четвёртого класса, может ещё один годик, давайте мы вам поможем, давайте мы найдём тьютера. Она говорит, никаких тьютеров, ничего больше не хочу, я так устала, мне этот ваш аутизм, я уже не могу, заберите его к себе, вот сюда возьмите. И, конечно, я её понимаю, да, её боль, да, её мучения, потому что про аутизм она мало что знает. Почему у него вот эти истерики, поведенческие проблемы, она не понимает бедное, да, то есть ей сложно, ей там реально нужен помощник, тьютер. Мама тоже не может, потому что мама работает, фактически получается, что у учителя сформировался чёткий негативный опыт, не только про что такое аутизм, а про инклюзию в принципе. И когда мы стали говорить, а давайте мы попробуем, она говорит, нет, я говорю, ну хотя бы до конца года, вот чтобы он доучился, да, она говорит, нет, зачем, всё, в общем, было очень сложно её переубедить, и мы понимали, что это делать сейчас бесполезно, но это опять нам дало, как бы, да, вот получается, какое понимание того, что когда без подготовки, во-первых, ребёнок без подготовки, учитель без подготовки, ресурсной поддержки нет, сформировался вот такой вот негативный опыт. И сейчас, что самое обидное, если ребёнок попадёт в спецшколу, представьте, каковы ему, да, то есть он три года был среди типично развивающихся детишек, несмотря на все трудности, он туда ходил, ему нравилось, и вдруг он попадёт, допустим, к нам, да, у нас тоже есть специальная партитет, программа, но мы очень-очень, да, следим за гейткиппингом, чтобы к нам туда не все попадали. То есть это только, когда стоит прям острая ситуация, что, да, либо ребёнок может попасть в интернат, или маме просто уже тяжёлый дистресс, психологическое выгорание, или же мама просто должна работать, да, и мы не можем тьютера найти к ребёнку, у которой тяжёлая форма аутизма. Тогда мы только берём специальную программу ребёнка, то есть мы стараемся максимально помочь ребёнку остаться в инклюзии. И вот представьте, каково будет ребёнку, если он вдруг попадёт в специальную программу, либо, не дай бог, вообще закрытое какое-то учреждение. И вот это вот, а такое, к сожалению, происходит очень часто. То есть почему родители всё-таки до сих пор помещают детишек в интернат, либо в специальную школу? Потому что у родителя, у ребёнка был определённый негативный опыт в инклюзии. Со стороны учителя, со стороны родителей обычных детей, со стороны даже сверстников иногда. Конечно, сверстники всё-таки лучше воспринимают ребёнка с особенностями, когда вот это мышление в классе формирует учитель эту среду. Поэтому всё очень сложно. Я сейчас только вспоминаю, оказывается, был мальчик, и дочь мне говорила, что он иногда очень часто бегает, прыгает, кричит и так далее. И он был старше всех однокрупников. И я понимаю, что просто воспитатель, она приняла решение взять такого ребёнка. Да. Потому что она говорит всегда, его сестрёнка, она наша ровесница, а он постарше нас. И я никак не могла понять. И говорит, его до сих пор учат кушать, он ещё сам ложку не держит. И она мне рассказывала, ну я, в принципе, так нормально, ну, значит, так оно и должно быть. И сейчас только я понимаю, что воспитатель просто приняла решение взять такого ребёнка. Видите, как хорошо. И что вы, как родитель обычного ребёнка, вы тоже не были против. Вы не сказали, ой, вот такой ребёнок там плохо влияет на моего ребёнка. Вот это очень важное понимание того, что родители, обычные родители обычных детей, тоже воспринимают, понимают и чувствуют, что инклюзия, она полезна для всех. Хотя мне немного это так его обидно, что она должна была, воспитатель, в принципе, она должна была проговаривать со всеми родителями, да, этот момент. Ну, может, она и говорила с кем-то, мне отмахнулась. Как вы бы оценили инклюзию в Таджикистане, уровень инклюзии в Таджикистане от 1 до 5? Сложно ответить, вот не специализируйся по этому вопросу, но вот сейчас по рассказу Лолы, если один считаете, да, негатив опять позитив, так? Да. По больной шкале. Ну, наверное, не выше двух. Я согласна. У меня та же цифра. Да, потому что не могу сказать, что ничего не делается, да, чтобы сказать, что один. Понятно, что есть, есть там воля, что-то делается, но не выше двух. Вы знаете, тоже, опять же, приведу пример одного из наших учителей из той же Болгарии. Она сказала, что инклюзия начинается в сердце. И вот этот путь от сердца до разума, у которых он очень короткий, это здорово. То есть, вот у меня тоже такое ощущение, что вот у нас была в стране инклюзивная политика, инклюзивная культура и практика. Это всё должно быть вот здесь где-то, когда ты воспринимаешь инклюзию и всех людей на равных. Вчера у нас был показ фильма «Особенный». Там, значит, тренировочная квартира для тяжёлых людей с аутизмом. Да, вот так смотришь обычным взглядом, и кажется, ой, никакой инклюзии, тяжёлый аутист. Вы знаете, для меня был это пример инклюзии. Почему? Потому что, во-первых, создали эту инклюзию ортодоксальный еврей с практикующим мусульманином вдвоём. У них настолько разные дети. То есть, они взяли трудных подростков с тяжёлых неблагоплоучных семей и тяжёлых ребят с аутизмом. Они их объединили, интегрировали, и они выезжали на различные социальные мероприятия целый день. То есть, их вытаскивали детей с психиатрических клиник. Вот даже там, да, казалось бы, специальные условия. Но я увидела там инклюзию, потому что инклюзия, она в отношении. То есть, ты можешь взять ребёнка в школу, да, построить пандус и сказать, что у меня инклюзивная школа. Но если твоё отношение к нему, да, идёт, ну, такое пренебрежительное, мягко говоря, и ты просто это делаешь для галочки, то это тоже не инклюзия. Но вот тут ты создаёшь, да, как вроде бы, да, сложная ситуация, тяжёлые ребята с аутизмом, но они живут жизнью. Они выходят в бассейн, они ездят на, там, лошадях катаются. Мы вчера смотрели, мы все плакали, родители. Мы просто все плакали, потому что мы понимали, что у нас таких детей тоже очень много, и большинство из них сидят дома. Они даже в нашу тренировочную квартиру не приходят. Не все, к сожалению. Почему? Родители выбирают такой путь. Вот вы знаете, тут очень сложно. То есть, вот несколько родителей опасаются чего? Они говорят, что мы боимся, что вдруг там что-то произойдёт. То есть, вот этот страх, гиперопёка некая есть. Потому что, ну, когда твой ребёнок 20 лет с тобой дома, то есть он никуда не выходил, он не был в садике, он не был в школе, ему уже там 20-22 года. Во-первых, у родителей вот это некая гиперопёка. То есть, как я доверю своего ребёнка кому-то? У меня когда-то такое было, но лет, наверное, когда кому-то было 12, у меня вся прошла эта гиперопёка, потому что я просто уже эмоционально выгорала. Я понимала, что если я вот не разрешу кому-то о нём ещё заботиться, я сама с ума сойду. У меня было такое ощущение. Да, это было очень сложно. И просто благодаря тому, что рядом вот эти педагоги оказались, которые сказали, Лола, выйди. Вот было такое, на самом деле. Они меня просто спасли. И сейчас я спокойно, я знаю, что в тот момент, когда я это решение приняла, сейчас благодаря этому Камол стал такой самостоятельный. Да, вот он может без меня везде пойти, ведёт себя хорошо. Он вот эти вот социальные правила считывает. Он в группе ребят. Да, он сейчас не в инклюзивном пространстве. Но в программе мы сделали такую программу, что они почти каждый день выезжают в какие-то места. То есть спорт у них в одном месте, бассейн в другом, батут в третьем, на компьютер в одно место приезжают, ещё в кафе на другую. То есть мы стараемся, чтобы у них было вот это вот взаимодействие. Поэтому инклюзия – это такое широкое понимание. С ребятами с интернатов они встречаются. Мы вообще хотим, скоро у нас будет открытие одной программы, хотим вовлечь девочек, потому что вот с девочками у нас вообще очень сложно. У нас, если где-то 200 ребят в организации, из них где-то 10-15 девочек всего. То есть девочек вообще родители боятся выпускать с расстройства мистического спектра, из дома. Потому что вот этот страх, я понимаю этот страх, потому что девочка с ментальными особенностями, она более уязвима, как и ребята, в принципе. Вот хотим сделать такое пространство для девочек, чтобы родители туда приходили. Плюс всё это будет инклюзивная среда. Девочки с особенностями и без особенностей. Они там будут шить, у них будет творческая мастерская, они будут куда-то выезжать. Мы хотим с наставниками, с ведущими, модельерами, чтобы они встречались, взаимодействовали, чтобы у них была какая-то такая, вот знаете, жизнь интересная. Потому что когда я смотрю на Камола, я всегда думаю, мне хочется, у него была интересная жизнь. У него настолько ограничены интересы, ему так мало нужно для счастья. Вот он получает ключик или крышечку, и он счастлив, вот вы не поверите. Или увидит свою музыку любимую в телефоне, и он счастлив. Вот хочется, чтобы у него вот этих счастливых моментов было больше. Лола, деньги закончатся, что будет? Вот вы знаете, в этом плане всё, что касается социальных программ, нам повезло. То есть нас финансирует Министерство здравоохранения, социальной защиты, агентство социальной защиты. В этом плане и тренировочная квартира, и все адаптивный класс даже, специальные программы, они у нас все финансируются при поддержке Министерства здравоохранения, и у нас есть вклад родителей. Небольшой, но он есть. Те семьи, которые могут. Но вот опять же, всё, что касается инклюзии, у нас не хватает этого финансирования. И да, там у нас пока идут проекты. Поэтому мы просто надеемся, что вот сейчас, наверное, благодаря этой передаче, я вот тут послушала Гульчихру, нам нужно работать в этом направлении, чтобы всё-таки была поддержка со стороны государства, потому что она уже есть, потому что учителя, да, разрешают, пускают. И мы понимаем, что вот это видение уже есть у государства. Но вот чтобы это всё заработало, наверное, нам нужно больше в этом направлении делать вот именно компонентов лоббирования, рассмотрения кейсов, да, предоставления. Потом вы ещё знаете, что очень хотелось. Вот я бы, наверное, сейчас обратилась бы ко всем родителям, чьи дети в школе. Просто бы, да, не обязательно быть членом общественной организации, да, или быть там активистом гражданского общества, но говорить об этом, писать, показывать эти кейсы, рассказывать про учителей, и учителей в том числе. Вообще, вот мне, знаете, ещё понравился опыт в Сербии, они просто создали ассоциацию учителей и родителей, где и учителя, и родители вместе лоббируют инклюзию. Потому что, если это будут только родители, то учителям будет тоже очень сложно. Если будет только учителя, то родители не смогут, да, учесть всех, всего того, что необходимо учителю. А учитель не участвует интересы родителей, что тоже очень сложно. Вообще, вы знаете, что именно при аутизме, да, я думаю, и при любой инвалидности, всегда говорят, вот инвалидность – это состояние, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни, да, оно вообще, как бы, да, такое отображает твои особенности, твоего здоровья, да, взаимодействие с внешней средой. И для человека, особенно для ребёнка с инвалидностью, у которого расстройство учительского спектра, важно иметь хорошего учителя, да, не сколько врача, который тебя вылечит, а именно учителя, педагога рядом. Поэтому роль педагогов, она просто колоссальная. И мы понимаем, что в этом направлении у нас пока мало что происходит. Я надеюсь, нас услышали и родители, и преподаватели, и, возможно, кто-то из представителей госорганов, которые работают в этом направлении. Хотелось бы, чтобы нас услышали ещё и гражданские активисты, которые могут лоббировать. Мне очень нравится, что сейчас, например, они смогли пролоббировать какие-то подвижки по защите прав животных. Если они примут такое же активное участие в продвижении инклюзивного образования в Таджикистане, принятие законодательства, то это будет очень хорошо. Спасибо большое. Это был завершающий эпизод подкаста «Мне не страшно», который мы писали совместно с общественной организацией РУДА и национальной сетью «Ранний старт». Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института открытой общества Фонд содействия Таджикистана. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института открытой общества Фонд содействия Таджикистана. Спасибо.